По инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2013 года проводится диспансеризация взрослого населения России в возрасте от 21 до 99 лет. Раннее выявление факторов риска и вовремя начатое лечение сможет предупредить развитие заболеваний и снизить смертность и инвалидность населения. Медицинские осмотры в рамках диспансеризации взрослого населения будут проводиться один раз в три года. Обследование состоит из двух этапов. Сначала пациент проходит анкетирование в кабинете медицинской профилактики поликлиники. Затем его направляют на диагностические исследования. Это может быть анализ крови, УЗИ, флюорография. Их количество варьирует в зависимости от возраста человека. Пройдя всеназначенные исследования, пациент попадает на прием к своему участковому терапевту, который проводит заключительный осмотр, подводит итоги диспансеризации, дает пациенту необходимые рекомендации. На этом первый этап диспансеризации заканчивается. Если же у пациента обнаружено хроническое заболевание или очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, то врач направляет пациента на второй этап диспансеризации – дополнительные обследования и консультации узких специалистов. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в регистратуру городской взрослой поликлиники в рабочие дни с 8 до 17 часов. При себе иметь паспорт – полис обязательного медицинского страхования СНИЛС. В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан отпустить работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему этот день как рабочим, сообщает администрация Славгородской центральной районной больницы. Продолжение следует...